Особое место в книжных фондах библиотек занимает краеведческая литература. Добрый день, дорогие друзья, любители краеведческой книги. Молынская библиотека подготовила для вас видеообзор по книге Инфантьева «Путешествие в страну Вагулов». Шаин, Турсунг, Почерак, Болчанские и Алтайские юрты, Сатага, Нахрачей. Перечень эти географических названий можно было бы продолжить. Многим из вас они знакомы. Да, это Вагульские и Остяцкие паулы. Так с языка народов называются деревни. Весной 1892 года, это более 125 лет тому назад, Екатеринбургский путешественник в Орфире Инфантьев отправился в поездку по реке Канде. Про эту реку и живущих на ней вагулов ходило много разных слухов. Что это за слухи, все это предстояло узнать и проверить ученому этнографу. Почему самой страшной клятвой у вагулок считалась клятва на носу медведя? А сколько интересных легенд услышал ученый от местного населения? Например, что сделал князь Сатага ради своей возлюбленной зерянки? Почему любимой жертвой шайтанов был петух? Как жили? Каким богам молились? Какие традиции каждого рода сохранили? И какова была все-таки истинная и основная цель экспедиции путешественников в глухие таежные дебри в Кандинской земле? Что увидел ученый, прибыв сюда в конце XIX века? Об этом читайте в книге Порфирия Павловича Инфантьева «Путешествие в страну вагулов». Несмотря на то, что книга составлена в алфавите того времени, читается она легко и захватывает с первых страниц своего повествования. Итак, Порфирий Инфантий «Путешествие в страну вагулов». Приглашаем за книгами по родному краю библиотеки Кандинского района. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова